В праздничные дни принято дарить подарки. Вот и на этот раз в День России молодежь Карачаева-Черкесии получила в пользование новый центр инновационного творчества. Открытие самого масштабного в стране сооружения подобного типа площадью 750 квадратных метров состоялось при участии главы республики Рашида Тимрезова. Подробнее Артур Мхце. Перед запуском нового образовательного сооружения глава республики Рашид Тимрезов отдал дань уважения защитникам Родины, павшим во время Великой Отечественной войны. С 12 июня нынешнего года на территории зелёной зоны в центре Черкеска появилось ещё одно сооружение, которое без сомнения получит статус центра притяжения. Идея создания в Черкеске центра инновационного творчества для молодёжи воплотилась в реальный проект 2020 года. А уже на следующий год в центральной части города началось строительство трёхэтажного здания. Именно здесь теперь размещены новейшие технологии, позволяющие воплощать многие инженерные задумки, функциональные прототипы. В том числе об этом говорилось во время презентации, зрителями которой стали глава республики и молодёжные активисты. На экране зрителям было продемонстрировано видео, отснятое и смонтированное в стиле лучших студий, занимающихся изготовлением промо-роликов. Авторы показанного – жители Карачао-Черкесии. На подобных практических опытах в различных сферах и будет строиться процесс обучения молодых специалистов. Ваше желание, ваше стремление сегодня идти в науку, предпринимательство, развиваться, саморазваться – это, конечно, очень дорогого строя. Поверьте мне, я считаю, что это одно из самых основных направлений, которое власть должна поддерживать. Ребята задавали интересующие их вопросы. Глава региона подробно отвечал на каждый. В свою очередь Рашид Темрезов попросил молодёжь придумать название для открывшегося центра, поскольку «Смит» звучит несколько непривычно для русского языка. День России, начавшийся со столь нужного для молодёжи Карачао-Черкесии подарка, обещал и дальше немало интересного, красочного, что и подтвердили следующие мероприятия. Артур Махце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачао-Черкесия.